Владимир Клинсков родился в глубинке Лев-Толстовского района. 19-летним парнем он попал в Афган. Несмотря на юный возраст, принял участие в 8 боевых операциях. Последняя задача разведчика артиллерийского дивизиона – обнаружить огневую точку, которая мешала наступлению. Владимир Васильевич успел передать по радио координаты, противника обезвредили. А солдат, возвращаясь назад, получил тяжелое ранение. 20-летнего младшего сержанта наградили орденом Красной Звезды. Посмертно. Я еще была ребенком, училась в школе. В основном росли мы с ним вместе. Запомнился он мне хорошим, как бы другом даже. Потому что росли вместе. Гордость, конечно, за брата. Ну и, конечно, боль в первую очередь. Спустя 32 года имя земляка решили увековечить на родине. У входа в школу села Головинщина открыли мемориальную доску. Несмотря на метель почтить память сослуживца, приехали воины-интернационалисты со всего района. Ветераны организации, боевое братство и неравнодушные жители села. Они возложили цветы и почтили память героя минутой молчания. Чтобы патриотическое воспитание продолжалось, чтобы люди помнили. Ведь не случайно говорят, есть память, есть будущее. Нет памяти, нет будущего. Поэтому сегодня мы открыли нашему бойцу мемориальную доску. Это память. Это память о ребятах, которые отдали свою жизнь в те годы. Она не просто для этой школы, непосредственно память. А память и патриотическое воспитание для всей молодежи Левтолстовского района, в том числе и Липецкой области. На кого должны равняться? Мемориалы воинам-интернационалистам открывают по всей области. В прошлом году сразу три памятника открылись в Тербунском районе. А в марте памятную доску откроют в 15-й школе Липецка. Дмитрий Курмаков, Роман Авраменко, Липецкое время, Левтолстовский район.